Звуки посторонние это трейн Ну так что Команда пломбира A.K.A. Феникс, она вылетела Его на Этриксы выиграли Эта игра была сегодня И сейчас посмотрим, или смогут Юники, A.K.A. Гатс Выиграть у Форджиксов, которые прошли Во вторую сетку, то есть сразу же у них было преимущество Посмотрим, или смогут они Воспользоваться Этим преимуществом Ну что ж, так как выиграли на Жик Команда, ой, нифига, здесь не сидите Ножи выиграли команда Форджикс Они решили играть за КТ, ну нормальное В принципе решение, и Юники делают дефолтный РБ Помню мы играли уже ХНС трейн, и очень Сильные были фейлы, но не сегодня Сегодня Гатс сказали, что будут Делать РБ, и они его делают Все у них получается, как-то разбежаться По Тамигу не успели Ой-ой-ой, тут на шифте уже ходят Форджиксы Общастница Флейм Тровер Но в то же время На Ной Да, давайте по командам пройдемся, ребят За Форджиксы играют Вейкап, Нестру и Флэм Тровер Флэм Тровер я реально первый раз вижу, но у меня в друзьях Я не знаю, что это за челик Как-то потом чек, ну ладно За Юники уже, или Гатс Они уже играли Привычные для нас ребята Это Тофи Монстр это Джульс И Софи это На Ной Пока что минута Вернее, 2 минуты 10 секунд И монстр у нас пока катает Очень сильно задамажил Он сейчас, но как-то продолжает бежать Здесь главное не делать лишних движений Это 10А, ребят И тут, ну Всякий фейл может стать последним Особенно, когда играли еще ребята Ой-ой-ой, тут привел Просто чели как к себе Вот он ничего не делает Он просто бежит прямо И ну Главное Делать все без ошибок Ну Видели, что на Ладере сделал маленькую ошибочку И сдох Ну как сдох Умер Раньше, да Хотел сказать Раньше Именно вот 2010 2011 год Когда ребята играли Есть такой чел Его зовут Фубик Вернее, не зовут А у него такой никнейм И этот парень Просто не прощал ничего То есть Если ты фейлишь когда-то Я до сих пор помню Я сам против него играл Если ты как-то зафейлил Что-то не так сделал Это просто сразу Моментальная смерть Ну да ладно У нас нано прячется На синим И тем временем Остается всего лишь Одна минута Форжиксы как-то Бегают по мапе Вот Нестор на открытых И вейкап И получается у нас Флеймтробер на синим Скорее всего Они решили делать буст В то время как Отпустить нано Нано и да Все это понимает Подходит на катариспу И отдает флажчики Все правильно Как же разводит Как же разводит Нано и Плохая флешка Последняя зашла Но тем временем Остается буквально Вот 35 секунд И ребята Из Форжикса Должны Делать Или РБ Или проигрывать Этот аромат Скорее всего Они Не сделают Нормально Потому что Они как-то Очень сильно фейлит Действительно Большие фейлиты Такие элементарные О боже Ребята 15 секунд Остается Очень сильно фейлит Я не знаю Что сказать Тофи вообще Уходит Он понимает Что времени Достаточно Он может Спокойно Убежать На зелень Куда ему Душа пожелает Может еще Как-то Не знаю Пофанится Фанится Он не сильно Упирается В ящик И умирает Ну что ж Первый раунд За командой Юник А.К.А. ГАДС Неплохо Неплохо Делают они Опять БРБ То есть Мы посмотрели Перспективы На Ноя И Удачно Опять у них Все получается Второй раз Подряд Не фейлят Ребята Из ГАДС Все хорошо Пока что Так у нас Остался Вот этот Тофи На синим Все время Как на Ноя Уже ловят Это хороший плюс Команды Форжик Айяяяяяяя Не помогает Вот С 3х Челикс Не помогает Просто Флэшками И остается Последний Тофи Не помню Почему он Чуть-чуть Раньше Буквально Вот на секунду Раньше не кинул флэш, был бы намного проще. У нас Конора забанили в чатике, я понял. Фанятся мои модеры, вот не знаю уже или снять админку может с флока, или не снимать, что-то как-то пацаны. Ну ладно. Это все шутки на самом деле. У нас да, напоминает ноу-хому, что блок не разрешен. Не долетает пока с первого РБ, но у них есть большой запас времени, еще минута сорок целая. То есть, еще могут попытаться ребята. Я не знаю. Я не каменчу пока что это, ребята. Ну ладно, все знают, всем известно, что команда Forgex это 100 команда. Ребята, да, большинство пришло из сервера Dangerous. Я ничего не хочу сказать плохого, но уровень игры на Dangerous я не знаю. То есть, все прекрасно понимают, да, что кто это за люди, что. Не будем лишний раз напоминать. Будем смотреть, как ребята справляются с 3x, а пока они вообще не справляются никак. Тофи даже не флешки не откидывал. Изначально он, кажется, кинул 2 флешки и на этом все закончилось. Тем временем остается 45 секунд. Еще одна попытка сделать РБ, и она провальная. Интересно, что по ХП у ребят. 34, 28 и 7 вообще, да. То есть, скорее всего, для кого-то из Forgex это РБ может стать последним. Именно в этом раунде. Опять фейлит, ребята, да. Ну и тут уже, конечно, без шансов. Брокколи спрашивает насчет розыгрыша Локет. О, изи. Спасибо за бан. Good guy. Спасибо и тебе за 100 рублей, Коннор. Ну, это флак, чувак. Типа, этот челик такой, знаешь, он делает одну ошибку, я отдаю ему просто сразу перманент. Я не знаю, это флак. Привыкай к нему. Если что-то им не нравится, пиши мне. Вообще, я смотрю тоже за чатом, кто кого банит, что делать. Я сразу говорю модераторам, не баньте. То есть, если вот, ой-ой-ой, это был фейл. Фейл от ГАДС. И я не знаю, они пытаются сразу сделать еще разок. Но по таймингу вроде они успевают. Там только на зелень челики вышли. Но могут мешать. Могут мешать конкретно им. Вообще не мешают им. Они опять делают торбой. То есть, никто из флэксов даже ни разу не пикнул. Они просто пробежали себе мимо. И все. Как бы... Никакого вообще отдачи. Ой-ой-ой. Тут наноя остается один. А ему опять не помогает чел-то рикс. Я не пойму, почему. Хотя бы одну флэшку кинуть. Одну. Нет. Не может. Ну, не знаю, или это того стоило. Да, Конор, я тебя разбанил. Если какие-то вопросы. То есть, у нас модеров уже довольно-таки много. И, ну, снять с одного модерку, я думаю, это будет не проблема. Так вот. Хотел... Хотел написать я вам по поводу одной темы. Я уже забыл. А, по поводу Logitech. То есть, розыгрыш, да. Ребят, не, на самом деле, это уже серьезно. Я просто первый день, я думал 200 рубасов собрать. Ну, типа, это вообще нереально. И это займет, ну, как минимум, типа, до конца турнира. Думал хотя бы 200 собрать. А там такие донаты подъехали, типа, первый день. Такой сильный хайп был, что я просто обалдел. Я реально офигел. Ну, в тот момент, как я обалдевал, тут просто боксер Джуйса. И спокойно себе убивает. Да, там реально у него был... Не лучший. Не лучшая позиция у него была. Ну, да ладно. Привет, Баз. Боже, Боззи, Боззи, привет, братан. Я тебя увидел, я увидел тебя, братуха. Я все вижу. За ТТ играет у нас Готс, спрашивает Фолк. Ну, это тебе придет с задержкой в 30 секунд, но может даже больше. За ТТ играет Готс, за КТ Форжекс. Не знаю, как ты этого не видишь, Фолк, наверное, блядь, у тебя просто нет глаз. Ну, да ладно. Опять делают РБ. Вот, 50 секунд остается. 50 секунд. Форжекс в первом раунде, именно когда они делали РБ, то есть в предыдущем, не очень, не очень выглядели. Да, ребят, смотрите, в чем прикол розыгрыша. Если набирается 1-3-3-7 рублей... О, Боже мой, я смотрю на это, мне как-то очень печально за команду Форжекс. Ну, да ладно. Если набирается 1-3-3-7 рублей, я разыгрую в чатике. То есть будет определенный день, я скажу когда и разыграю мышку прямо вот в чатике. Как я разыгрывал мудрику. Если не набирается 1-3-3-7 рублей, ну, не беда. Я думаю, я напишу, не знаю, кто-то, если захочет купить ее за полцены, я спокойно ее отдаю. То есть она у меня просто лежит. Я ее юзал месяц. И, ну, она реально новая. Делают ребята из команды Форжекс РБ, ну, реально много, мало тайминга остается. И не успевают. Ну, не успевают никак. Они просто отсекли очень плохо. На самом деле, мне кажется, они даже не ожидали, что сами сделают РБ и не отсекали даже ребят. Хорошо, хорошо, конечно, сделали Форжекс. Им просто нужно было встать одному вот где-то в районе двери, и они беспокойно отсекли тофе. Ну, случилось то, что случилось. 3-0 счет. Посмотрим. Ай-яй-яй, первый раз. Все-таки первый раз, когда они профейлили. Ну, они решают делать еще раз. Они уже это делали, и у них опять получалось. То есть, второй шанс им дают, но нет. В этот раз буста не будет. В этот раз буста не будет, и очень быстро вырезает команду ГАДС. Остается последний у нас на НОЙ. Ну, без обид на НОЙ, но на скилл... На скилл на НОЙ вряд ли потащит. Причем, 2 минуты 20 секунд. Если где-то спрятаться, где-то Рад Стайл, он может выехать. Ну, не знаю, не знаю. Фаервол пишет, что купит. Хорошо, братан, я же говорю, если до конца, вот, например, я даже не знаю, завтрашнего, послезавтра, не соберется 1-3-3-7, тогда мы посмотрим, что и как будем делать. Я просто не знаю, ну, как-то вчера столько доната подъехала, может, что-то ребятам, которые в чатике, типа... Ну, и, в принципе, не хочется просто так мышку отдавать, правильно? А если еще выиграть челик в соревновании, ну, как, в рафле из России, то... Ё-моё, ну, тут вообще притык не режут, но и в болт, ребят, и тут он не уйдет никуда. Так вот, если, типа, выиграть какой-то челик из России, доставка по-любому будет стоить денег, и... Не знаю, то есть, вот эти бабки, они, как бы, отбиваются за счет доставки. Но если выиграть челик из Украины, я не знаю, эти бабки, скорее всего, пойдут 1-3-3-7, призовой фонд, а... За доставку я плачу сам, там, новой почтой вообще на изи, они, там, максимум 100 рублей, там, будут стоить, я... А, фейлит, 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 ребята из ГАДС. Напоминаю, что, вот, только что, 3-1 счет, один раунд все-таки за КТ смогли взять Форжикс. Вот они опять не пикают, они ничего не делают, ой-ой, испугался там игрок команды ГАДС, и... Неужели они решили, да, зафлэшить и опять сделать, это достойное решение, хорошее. Ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту. Это мои ребята с Дагн Героуз, они у меня покупали уроки за 500 рублей, но да это не важно, ведь откуда у них скилл, если у меня на сервере только школьники играют, которые току и толком держать не умеют. Ну да ладно, пошел я дальше работать, жопа просит жару, две нигерских колбаски это уже не предел. Пацаны, и как стримить дальше? Спасибо профи1987, я не знаю. Точка с запятой 3. Точка с запятой 3, спасибо Конор, спасибо профи. Тем временем счет 3-2 вообще-то у нас как бы становится, и Форджикс начинает камбетчить по минимуму, так знаете, медленно, но уверенно. Гатс решает очень рисково сделать, они опять делают буст под флешками. Ну нужно, нужно, ну почему я не понимаю, почему Форджикс не пикает им, почему? Почему они как-то не мешают, не пытаются как-то хоть что-то сделать, чтобы помешать ребятам из Юники, ну и 2 минуты 15 секунд, я думаю, это более чем достаточно для того, чтобы сделать РБ. Безидельно, понятно все, то есть понятно, почему они там, не знаю, я не знаю, флешат, да, то есть понятно, почему команда Гатс флешит, они на Изи там, не знаю, делают РБ под флешками, но почему даже во флешке ребята из Форджикс не пикают хотя бы там, не знаю. Да, фонарика нет, напоминаю, но Е, конечно же, работает. Пишут мне, что полоска не заполняется, сейчас я перезагружу все, полоска вот сейчас должна заполниться, ребят. Минуты 35, ой-ой-ой, ну это фейлы, это фейлы конкретные и много-много дамага проходит от Нестру. Эх, ребята из Форджикс немножко фейлит. Да, ребят, вот все отлично вроде вот этих плагинах, но из-за того, что я, ну вот, не знаю, еще может не настолько опытный, плагины лагают. Плагины лагают, иногда чатик там не показывает, я сейчас пофиксил, он опять работает, иногда чатик не пашет, иногда там донат не работает, ну и так дальше. Так что приходится перезапускать. Тем временем остается 1 минута, счет 3-2 и очень важный раунд, то есть Форджикс вам нужно брать. Откровенно говоря, они выглядят чуть-чуть слабее, ребята из ГАДС, но посмотрим, как оно будет. Ой-ой-ой, делают Форджик буст и опять они ужасно отсекают, ужасные отсекания от ребят из Форджикс. 30 секунд остается на плечах ТОФИ. Сможет или нет. Хорошо он уходит, решает делать дамаг, это верное решение. Тут пока нету инфы по ним, но проходит. Скорее всего, спалили его. Теряют на закрытых ребят из Форджикс ТОФИ и остается буквально 10 секунд. Но с другой стороны-то уже пробухлопливый и обидное падение выкапа. Четыре яйца и шесть хуэ. Четыре яйца и шесть хуэ. Вот видите, я только перезапустил и опять не работает. Что за бред? 2-4 счет в пользу ребят из Юник. 4-2 счет. Я проверю еще раз донейшнс, ребята. Одна секунда буквально, сейчас провиснет у вас экран. Провиснет экран у вас сейчас на одну секунду буквально. Так. Приключаемся мы обратно. Ребята из Форджикс решают сделать тот же самый буст. Sorry, конус, что не работал звук, это опять флагин залагал, но ничего. Фейлит. Фейлит, ребята, из Форджикса. О, да, все, все, работает флагин. Следующие донаты стопудово будут работать. Фу, качество есть. Но на стриме уже должно было подъехать давным-давно. То есть оно появилось. О, изи по боссу. Ту-ту. Да, я понял. Это, это, это пролагали, пролагал плагин. Пролагал плагин, я понял. Ну что ж, Форджикс не смогли сделать РБ у нас. Две минуты пять секунд, тут их по инфе неплохо отсекает. Флеймтрогер уже у нас умер. Вейкап, как мы видим, прячется. Это скорее опять все-таки. Пролагал, да. Сообщение. Как вы видите, на шифтах. На шифтах пытаются найти последнего у нас вейкапа, который пиратится успешно пока что. А это скорее всего уже не тестовое. Ту-ту-ту-ту-ту. Почему не работает звук? Твой мастер, ты не спам, братан. Плис. Находят последнего у нас вейкапа и его режут. Да, его успешно режут. Ну ладно, уже я понял. Я понял тебя, Коннор. Спасибо. Спасибо. Я понял. Это правда жесть. Когда она закончится? Я просто жду, чтобы закончится, чтобы я мог хоть что-то сказать. Ох, твою мать, это спам. Ладно, я, пожалуй, не буду дожидаться, когда она проспамит. Ох, твою мать. Господи, оно качается куда-то или нет вообще? Что происходит? О, мой бог. Почему? Ну, оно скоро должно кончиться. Вот прям скоро должно, я уверен. Пожалуйста. Все, я понял. Спасибо. У нас Нестер реально просто ходит по лезвию ножа. Ну что ж, как вы могли видеть в этом раунде все своими глазами. Ребята опять профилили РБ и Нестер остался последним. Опять подъехал донат. Нестер убивает. Еще становится 6-5. Дратути. Дратути, дратути. Конор вообще заспанил нормально донаты. Уже сколько он рубасов слил. Спасибо, братуха. Действительно, спасибо. И еще донат подъезжает. Да что ж такое. Сообщение. Увах. Увах. Спасибо, Увах. За 10 турбасов. Еще больше спасибо Конору за сотку. Ну да, наконец-то. Я ждал этого момента, когда Форджик все-таки сделает РБ. Они это делают. Но немножко уже как бы поздно. 6-2 счет. Последние раунды за Форексом. Но ребята хотя бы играют. То есть они держатся, не знаю, достойно. Они не пишут, не рейджат в чат. Ну, нету никакой грязи. То есть спасибо ребятам за это отдельное. Ну и конечно же Форджикс. И вообще сейчас в очень плохой ситуации. В очень плохой позиции находятся. У них остался один Нестер последний. Пытается ему как-то спрятаться. И Флэмтробер, который на РБ. Ну, как мы видели, ребята из ГАДС очень удачно делают РБ. И для них это не составит никакой проблемы. Так что да. Скорее всего находят сейчас Нестер. Что они делают? Какие-то непонятные движения от него. Развороты. Ну, Флэшки. Флэшки пока его спасают. Флэшки с коннектора. Вроде там чел ступнул. Нет? Вроде сделал он какой-то звук. Да, с КТ-риспы. С КТ-риспы. Вот. Профейлил бы хопчик пока что. Нестер тащит. Пока что тащит. Непонятное движение от команды КТ. Минут 30 остается. Нестер вот тоже зря, конечно, пошел на КТ-риспы. Его сейчас, скорее всего, отсекут с двух сторон. Но нет. Ну что ж, нужно уходить Нестеру. Пока что он успешно это делает. И выиграет очень-очень важное время для своей команды. Очень важное. Следует заметить, что это закрытый. Нужно дамажить. У него 100 хп. Нестер, почему он не спрыгивает вниз? Зачем он побежал на верхнюю рампу? Ему просто нужно было спрыгнуть вниз. Задамажить и выиграть как-то время. Опять-таки. Не знаю. Это был странный мув от Нестера. Ну что же. Нужно отдать ему должное. Выиграл очень много времени для своей команды. 50 секунд. Вот ребята только залазят на синий ящик. ПВ написан под челиком на midspin.com Да, ребят, заходите на сайт. Очень такой полезный. Ну что же. А мы смотрим очень напряженный момент. 34 секунды. И не пикает даже в слейнтробер. Ну что. Почему они этого не делают? Почему не делать обычные пики? На Е. Ну. Я не знаю. Я не знаю как это объяснить. Я знаю что. Команда. Гац. Проходит дальше. Проходит у нас в полуфиналы. С чем мы ее и поздравляем. В принципе довольно таки уверенная победа.